Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, время неумолимо не идет, а летит, правда? Не оставляет абсолютно нам шансов никаких. Я вот смотрю на часы, там есть секунды, там есть минуты, там есть часы. Мы смотрим, как оно быстро проходит. Значит, вы знаете, братья и сестры, рассуждая вот о последнем вечере этого уходящего года, об этом служении, как-то положилось на сердце, насколько это возможно, близко посмотреть на эту тему, которую апостол Павел записал в послании к Ефесиным. Я хотел бы, чтобы мы вновь обратились к этим важным стихам в пятой главе слова апостола Павла, где он говорит так, с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. Братья и сестры, эти слова принадлежат человеку, который хорошо знал ценность времени. Эти слова принадлежат человеку, который находился в темнице, в тюрьме, ожидая смертного приговора. Этот человек, апостол Павел, который получил откровение от Господа о домостроительстве церкви, когда смотрим на это послание, послание Ефесиным, где наполнено божественной мудростью, откровениями, в котором апостолу было открыто, прошлое христиан, что они во Христе Иисусе избраны, усыновлены, ими обладают благодатью Божией спасающей, обладают наследием, о том, что они посажены во Христе Иисусе на небесах. Так, Духу Святому было угодно, чтобы через апостола Павла церковь, которая будет жить на этой земле и проходить этот земной путь, обладала еще одной драгоценной и важной истиной – дорожить временем, потому что дни лукавы. Братья и сестры, обычно, когда мы говорим о ценностях, чаще всего мы говорим о каких-то видимых материальных ценностях – золото, деньги, недвижимость, либо предметы какой-то живописи, искусства. И очень часто мы забываем, что есть ценность, которая не обесценится никогда, и это время. Вы знаете, в эти предновогодние или рождественские дни, извлекая почту из своего почтового ящика, просматривая те, та реклама, которая приходит, я ни один раз не обнаружил в этой рекламе, чтобы было бы предупреждение дорожить временем. Есть очень много сегодня, о чем просят, напоминают дорожить. Дорожить своим здоровьем, дорожить своей работой, дорожить семейными отношениями, дорожить, может быть, своим домом и своей машиной, имуществом и многое другое. И все это неплохо, братья и сестры, все это неплохо, но мы никогда не услышим, чтобы общество, в котором мы живем, мир, в котором мы живем, сегодня напоминал нам, присылал бы нам смс или присылал через имейл почту, присылал нам предупреждение, дорожите временем. Почему? Потому что мир не знает цену времени. Мир, в котором мы живем, он не дорожит временем. Мир не знает, что такое истинное дар времени, потому что принципы этого мира совершенно другие. Они отображены в следующих словах «Ешь, пей, веселись, ибо завтра мы умрем». Что считать и дорожить этим временем? Братья и сестры, если мы будем искать ответы у физиков, или математиков, или философов современных, которые пишут о времени и пытаются каким-то образом дать определение, что такое время, мы так и не найдем. Я пытался это делать, очень запутанное и сложное дело. Однако для верующих людей, братья и сестры, этот ответ на вопрос, что же такое время, и почему его нужно оценить, оно лежит на поверхности. Оно записано на первой странице книги Библии, в первой главе, в первым стихом, когда мы открываем Библию, мы читаем, в начале сотворил Бог небо и землю. И в пятый стих, когда мы смотрим дальше, мы читаем, «И назвал Бог свет днем и тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Для земной жизни, для человечества Бог как бы завел и толкнул стрелки времени. И время начало свой отсчет. Вы знаете, в греческом языке есть два слова, которые используются как слово «время». Греческое слово «хронос» обозначает определенный этап, границу, с которой начинается то или иное событие в определенный длительный промежуток времени. Например, в Галатам 4 глава, 4 стих мы читаем, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного». То есть человечество ожидало этот момент, пришла вот эта полнота времени, долгий период времени, в который Бог готовил человечество. Были предсказания пророков, и наступила эта полнота, вот этот объем времени, хронос, используется в греческом языке. Или ученики спрашивают Иисуса Христа в Деянии апостолов, 1 глава, 6 стих. Помните, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь царство Израилю?» Ученики понимали, что будет какой-то период времени, в котором царство Израилево будет восстановленное. Но в греческом языке есть и другое слово, которое обозначает слово «время». Это слово звучит как «кайрос». «Кайрос» – именно это слово, использовано в Ефесе, на 5 глава, 16 стих, который мы только что прочитали. «Дорожите временем, дорожа временем, потому что дни лукавы». Братья и сестры, «кайрос» означает уходящее мгновение, короткий промежуток, который исчезает и не возвращается. Это короткий, какое-то мгновение. Примером это может быть служить, братья и сестры, кто увлекается фотографией, кто снимает, делает снимки. Современные фотографы позволяют делать эти снимки. Но есть что? Какое-то мгновение. И ценность фотографии в том, когда видятся, запечатлили. Вот это мгновение. Это может быть спортсмен, который, знаете, прыгает где-то в высоту. Это может быть птичка, которая летит. Это может быть, знаете, ребенок, улыбка ребенка. Или взгляд какой-то. Многие-многие. И ценность того, что фотограф смог зафиксировать какое-то мгновение, которое больше никогда не повторится. Если не успеешь, то такого времени уже не будет. Это мгновение ушло безвозвратно. Вот что обозначает, братья и сестры, дорожите временем. Кайрос. Оказывается, это мгновение, которое может не повториться и в Священном Писании. В Библии приводится очень много примеров вот этих мгновений, которые никогда больше не смогли повториться. Помните слова Иисуса Христа, обращенные к Иерусалиму. «О, если бы ты, хотя в сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Помните, Иисус Христос, Он плакал об этом. Он понимал, что это день, это время, это короткий период, когда могли они принять Господа как Царя и Спасителя. В книге Откровения мы читаем 2 глава, 21 стих, где Христос говорит Езавели, «Я дал ей время, покаяться в любодеянии, но она не покаялась». Это был период, это было время, когда Бог дал короткий период покаяться, но она не покаялась. Братья и сестры, будем помнить, понять, что в нашей жизни есть тоже вот эти время, карос, мгновение, где мы можем оказать кому-то доброе дело, кому-то позвонить, кого-то посетить, сказать Господу что-то важно, встретиться с кем-то, прийти на собрание, потому что здесь это мгновение, Господь приготовил встречу. Время, братья и сестры, это не наша собственность. Хозяин жизни, Бог, и мы только распорядители в его жизни, и будем помнить, что Бог спросит с нас, братья и сестры, с верующих людей, которые получили в дар определенный период времени, спросит за этот дар. Древние люди очень хорошо понимали ценность времени. Мы уже слышали сегодня этот Солом 89. Давайте мы еще раз на него посмотрим, кратко. 10-12 стих, 89-й Псалом, молитва человека Божия, о чем молился Моисей. Если можно, братья, откройте, пожалуйста, эти тексты. Не лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. И 11-12 стих. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так, счастливы, одни наши, чтобы нам приобреть сердце какое? Сердце мудрое. Просество, как важно присоединиться к молитве Моисея, попросить у Господа приобрести сердце мудрое, сердце, которое позаботится о спасении своей души, сердце, которое позаботится о том, чтобы дней лет, которые Господь дал 70, а может при большей крепости 80, мы его мудро и правильно распределили, как драгоценную воду во время жаркого зноя в пустыне. Если мы сделаем небольшой такой математический расчет, братья и сестры, многие делают это, это не новое что-то, но хотя бы сегодня, может быть, в конце этого уходящего года, в последние часы, мы бегло просто просмотрим, может быть, найти 70 лет, о которых говорит Моисей, дней лет наших 70, что они собой представляют, если мы будем немножко смотреть, их переводить в какие-то реальные часы. 70 лет, братья и сестры, это всего лишь 25 550 дней. Всех у нас есть в кармане калькулятор, можем посчитать, либо 613 220 часов. Согласитесь, не так много, правда, не так много, учитывая, что летит это время, если отнять из этого времени для подготовки к жизни наше возрастание, наше становление, на наше обучение, когда человек заканчивает школу, получает образование, ну сколько мы возьмем, где-то 25 лет, хорошо, когда молодой человек закончил, получил образование, и остается 70 минус 25, сколько остается? 45 лет остается, не так много, правда, и если мы, кто-то посчитает, имеем сколько в дне, в суток, сколько часов? 24, братья и сестры, если отнять на сон, отнять на полный рабочий день, отнять на для наших жен, хозяев, которые трудятся дома, приготовление пищи, заботе о детках, стирка, уборка, посещение магазинов, многие другие болезни наши, аппортменты, встречи, многое-многое, братья и сестры, посчитали, не вдаваясь в детали, посчитали около двух часов, мы имеем полного, свободного времени, может, у кого-то, не работающих, немножко больше людей, но в целом, братья и сестры, среднестатистический человек имеет всего лишь два часа в сутки, как правильно им распорядиться, умножить это время на годы, которые у нас есть, время проходит, привыкли мы так говорить люди, но мудрый писатель, живший в 17 веке, писатель Сафир, говорил так, время вечно, а проходим мы с вами, и Моисей просит Господа, чтобы он дал ему сердце разумное за короткое время, чтобы научиться правильно использовать дни, почему? Потому что они лукавы, и так остановимся сегодня только на одном 16 стихе, «Дорожите временем, потому что дни лукавы». Братья и сестры, давайте кратко поразбуждаем, что значит «дорожить временем». Вот закончится этот год, несколько еще часов, братья и сестры, пройдет условно 12 часов, которые мы так ожидаем, и наступит 2019 год. Возможно, это собрание хотел бы, может быть, кому-то поможет проанализировать, оглянуться назад, может быть, сделаем какую-то, знаете, переоценку в своей жизни. Давайте посмотрим кратенько, а что значит правильно дорожить временем. Итак, первое, это значит правильно расставлять приоритеты в своей жизни, то есть сделать сначала то, что наиболее важно в нашей жизни. Братья и сестры, мы должны помнить, что у нас всегда будут те вещи, главные и второстепенные. Будет в нашей жизни этот короткий промежуток, кайрос, это мгновение, в которое нам необходимо и будет правильно использовать. В нашей жизни будет всегда то, что будет главное, братья и сестры. И Господь, который подарил нам жизнь, и Дух Святой, который живет в нас, Он всегда будет нам подсказывать. Ну, давайте, может, приведем пример, братья и сестры. Если надо будет посетить, скажем, тяжело больного брата или сестру, или нашего друга, либо нам нужно будет посетить на юбилей или на какое-то торжество, которое нам пригласили, самого близкого, родного человека. Братья и сестры, ну так, положа руку на сердце. Где мы пойдем? Используем кайрос. Время. Я думаю, наверное, время пойти посетить человека, который находится на одре болезни. Правда? Принесем благословение и радость и для него, и для себя. Братья и сестры, идет строительство, например, церкви, а у меня отпуск, или у меня, может быть, знаете, свое строительство. Мы всегда где-то взвешиваем, как нам поступить, куда поехать, где приложить свое время, где приложить свое знание, здоровье. Братья и сестры, я хочу сказать, что мы каждый день и каждое воскресенье вечером мы стоим перед выбором. Пойти в вечернее собрание или пойти на день рождения. Мы так часто практикуем вечером день рождения. Братья и сестры, если положа руку на сердце, пред Господом, пред ценностью вот вечности, времени, которое дает нам, где я должен находиться, пусть Господь нам поможет. Правильная последовательность в нашей жизни, братья и сестры, когда мы прием в вечность, братья и сестры, мы увидим, то, что мы использовали правильно Господом данное время, братья и сестры, в вечности, это будет драгоценность, это будет благословение. Господь восполнит нам и наше здоровье, и наши средства, и наше время, и все, что мы потратили ради правильных приоритетов, ради Господа, ради блага своей души, ради церкви, ради ближнего, будет иметь величайшее значение вечности. Знаете, один миссионер, который трудился много лет в Африке, он приводит такой пример, что в той местности, где он жил и трудился, очень редко были дожди. Но эта местность, эти люди жили за счет только орехов, которые росли там, в той местности. Это было их обыденным припитанием, это был их хлеб насущный. Но особенно заключалось в том, что семена вот этих орехов нужно было садить сразу после дождя. Как только дождь проходит независимо, было несколько часов у них времени для того, чтобы плоды этих орехов посадить в землю. Почему? Потому что от этого зависела последующая жизнь многих лет этого племени. И он говорит, я научился, я понял, что значит дорожить временем, потому что все племя от малого до большого, как только проходил дождь, это было время, сезон, посадки, они выходили и садили скорее вот эти плоды, этих орехов. Для чего? Они ценили это время. Время кайрос, мгновение требует от нас, чтобы мы ловили важный и нужный момент в нашей жизни. Как часто мы упускаем это время, братья и сестры, где-то Господь посылает нам человека, которому нужно сказать и засвидетельствовать о Боге. В самолете, в поезде, еще где-то. И где-то мы устранились, где-то нас сатана поймал, где-то мы поддались искушению промолчать. Я вспоминаю, как там Франц Грегардович рассказывал такой пример, приводил пример за одного человека, который пришел на собрание и приехал брат-гость, который проповедовал Слово Божие и проповедовал хорошо, призывая людей, говоря о ценности времени, говоря о спасении души, говоря о том, что немного Бог дает шанса, время, когда человек может покаяться, его сердце, оно было тронуто, и он хотел бы как бы побеседовать, и после собрания он подошел и говорит, я бы хотел продолжить беседу, у меня есть вопросы. И брат как-то так, знаете, говорит, ну, поем со мной. И он пригласил его там, где его пригласили на обед. Они шли по дороге, и этот молодой человек говорит, этот проповедник молчал. Когда они пришли домой за обедом, он тоже молчал. Он ждал от него, что он продолжит Слово, проповедовать Евангелие. Его сердце жаждало, он был не спасенный человек, но он молчал, потом начал какие-то плоские шутки легкомысленные произносить. И время ушло. Прошло много лет. И этот проповедник через много лет вновь приехал в эту местность и был в этой церкви. И его пригласили после собрания. Говорит, пойдемте, умирает один человек. Он при смерти. Нужно помолиться, нужно засвидетельствовать. Когда он пришел, он не узнал этого человека после болезни, после страданий. И он начал проповедовать. Этот молодой человек обратился к нему и сказал проповедник, много лет тому назад вы были в церкви. Я слышал Евангелие. Я ожидал продолжения, что вы закончите свою проповедь в моем сердце. И вы этого не сделали. Я умираю неспасенный. И когда я приду пред Богом, я буду свидетельствовать против вас. Братья и сестры, кайрос – это мгновение. Дорожите временем сегодня, братья и сестры. Правильно выбирать приоритеты, братья и сестры, это значит отдать предпочтение лучшему. Правильно выбирать приоритеты. Это не просто лучшее, это выбирать самое лучшее, а дать предпочтение тому, что имеет вечные ценности. Братья и сестры, в 12 часов ночи наша жизнь подведет итог. Я хочу сказать сегодня на словании Писания, все, что в нашей жизни было сделано за этот год, то, что не имеет ценности в глазах Бога, оно не войдет в вечность, и Бог никогда не поставит свою печать. Все наше время, проведенное впустую около телевизоров, PlayStation, еще какие-то вещи, то, что не представляет в глазах Господа ценности, братья и сестры, оно не войдет туда. Один мудрый человек сказал «Хорошее, враг лучшего». Иногда нам нужно иметь духовное мужество, чтобы сказать «нет» хорошему, ради того, чтобы сказать «да», более совершенному. Маленькая жемчужина на небесах, братья и сестры, намного ценнее огромной кучи соломы на земле, которая сгорит и останется от нее пепел. Так пусть в нашей жизни, братья и сестры, будет маленькая жемчужина там, на небесах, одобренная Господом, испытанная, и когда мы придем в вечность, и мы услышим «хорошо, хорошо!» Я видел Твое старание. Я видел Твое старание приходить на спевки. Я видел Твое старание приходить на молитвенное собрание, когда Твое здоровье даже было слабое. Я видел Твое старание склоняться на коленях, молиться и ходатайствовать. Я видел Твое старание сказать внукам, детям. Я видел Твое старание сказать неверующим людям. Братья и сестры, будем помнить, хорошее – враг лучшего. Апостол Павел, который имел послужной список хороших дел, которым мог бы похвалиться, братья и сестры, и мы перед Ним закрыли бы свои уста. Потому что Он говорит, уж если я могу чем хвалиться. Помните, Он произносит эти удивительные слова филиппийцам 3 глава 7 стих. Но что для меня было преимуществом знания, образования, вес, авторитет, то ради Христа я почел это счетою, я почел это засор. Братья и сестры, Иисус Христос, наш Господь, когда Он вышел на служение и с приоритетом Он выбрал самое лучшее. Он мог бы исцелять многих больных, прокаженных, их было очень много. Он мог бы кормить каждый день толпы голодных людей, братья и сестры. Он мог бы помочь строить синагоги. Он мог бы решить проблему мира в Палестине с Римской империей. Мог бы сделать, чтобы это войско римское было бы уничтожено и абсолютно, братья и сестры. Нет, Он этим не занимался. О чем занимался Христос, братья и сестры? Он правильно использовал время, данное Ему Отцом Небесным. Он спасал людей от рабства, греха и смерти. И для Него это было лучшее из лучших, братья и сестры. Если бы Господь не занимался этим, я не знаю, где мы бы с вами были. Братья и сестры, отдать предпочтение лучшему для нас сегодня, это прежде всего искать Царство Божье и правды Его. Остальное все приложится. Дай Бог, братья и сестры, чтобы в нашей жизни получилось, как у одного молодого человека, который закончил свое образование, получил практический диплом и нужно было сделать единственное, готовить дипломную работу. Многие из нас сделали, кто обучался. Вы знаете, он подошел к этому старательной, он сделал и захотел сделать как можно лучше. Его распоряжение было несколько месяцев. Он решил хорошо подготовиться к этому решению. Он начал искать бумагу для диплома и чертежей, начал ходить по магазинам, искать карандаши, литературу, потратил для этого много месяцев. Его цель была, казалось бы, хорошо подготовиться и как можно лучше сделать дипломную работу. Только в конце, когда он обнаружил, что у него осталось несколько дней, обнаружил, что у него ни единого листа еще не списано, ни одного чертежа, потому что время, которое у него было, он исправил, истратил его неправильно. неправильно. Итак, будем помнить, братья и сестры, дорожить временем, которое Господь дает нам, это правильно выбрать приоритеты и отдать предпочтение лучшему. Еще одна мысль, дорожить временем, почему? Потому что время коротко. Воскресенье вечером на этом месте брат Владимир говорил проповедь, и он приводил уже этот текст. Иакова, 4 глава, 14 стих. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, задает апостол. И божественный ответ, братья и сестры, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Братья и сестры, каждый из нас здесь сидящий и уверен. Все мы с вами замечаем быстротечность времени, не правда ли? Дни летят за днями. Неделя только начинается, понедельник, казалось бы, уже пятница, суббота, воскресенье пролетает, месяцы, годы, они летят. Изо всех сил мы стараемся как бы удержать тающие драгоценные минуты порой, братья и сестры. Знаете, подобно человеку, который получил свою зарплату. С полной пачкой денег он отправился на рынок, делая щедрые подарки и раздавая покупателям, рассчитываясь. Когда прошло время, выходя из рынка, он обнаружил, что вместо этой увесистой пачки денег, которую он получил, остались жалкие монеты. Братья и сестры, вот так вот порой наша жизнь. Вроде бы есть время, а в конце подводим итоги, смотрим, где-то жалкие монеты. Очень многим из нас, братья и сестры, приходится сожалеть о прошедшем, правда? И мы думаем, если бы можно было вернуть назад то время, если бы можно было хоть что-то исправить, если бы можно хотя бы то мгновение кайрос этот получить, чтобы не сказать, чтобы не сделать, чтобы не повернуть, чтобы не посмотреть, чтобы не отправить текст-месседж, чтобы не произнести то или иное слово, чтобы не сделать ту или иную покупку. Будем помнить, братья и сестры, время очень коротко, и нам нужно иметь мудрое сердце, чтобы правильно распоряжаться временем. Причина, по которой нужно дорожить временем, братья и сестры, заключается в том, что время невозвратно. Время, которое у нас есть, оно невозвратно. Многое, что в этой жизни можно возвратить. После покупок, которые сделали американцы на новогодние рождественские праздники, около миллиарда предполагают долларов будет покупок возвращено обратно, потому, потому что не понравилось, потому что что-то пошло не так. В Америке это возможно. Сдать назад вещь. Можно вернуть взятый у кого-то долг, можно вернуть, восстановить, хоть какой-то мере утраченное здоровье или силы, можно восстановить после аварии автомобиль, можно вернуть и наладить прерванные отношения с родными, близкими, и друзьями, но нельзя вернуть время. Оно невозвратимо. Американский писатель, атеист Томас Пейн написал книгу «Век разума», в которой он высвеивал Христа и восмеивал христиан. И в конце своей жизни он писал следующие слова «Я дал бы все миры, если бы только моя книга не была издана». Братья и сестры, во всем мире люди знают о знаменитом автомате Калашникове. Не правда ли? Особенно ребята. Но мало кто знает о создателе этого человека. Мало кто знает, что незадолго до своей смерти 93-й летний создатель этого стрелкового оружия генерал Михаил Калашников писал патриарху Кириллу. «Моя душевная боль нестерпима, потому что один и тот же неразрешимый вопрос тревожит мою душу. Коль мой автомат лишал жизни людей, стало быть, я, Михаила Калашников, 93-х лет от роду, сын крестьянина, православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врагов. Чем дольше я живу, тем чаще этот вопрос не дает мне покоя и сверлит мне мой мозг». И он задает вопрос, что можно исправить? Ничего невозможно исправить, братья и сестры. Боль души причиняла этому человеку намного больше страданий, которые причиняла его изнеможденное больное тело в 93 года. его душа мучилась сомнениями о потерянной неправильной жизни перед лицом приближающейся вечности. Дорогие братья и сестры, как хорошо читать такие свидетельства в Писании о мужах веры, которые подводят итог жизни совершенно по-другому. Когда мы читаем о муже Божьем, муже вере Аврааме, мы читаем такие слова в книге Бытие, 25 глава, 7 и 8 стих, дней жизни Авраамовой, в которой он прожил, было 175 лет. И вот смотрите, как Бог подводит итог. И скачался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью и приложился к народу своему. Какое сильное свидетельство мужа Божьего, который понимал и ценил время, умер насыщенной жизнью с Богом, жизнью веры, жизнью победы, братья и сестры. Как хорошо, если бы после нашего ухода и после нашей смерти было такое свидетельство. Прожили и умерли насыщенные, наполненные жизнью с Богом. Будем дорожить временем, потому что оно безвозвратно. И последняя мысль, братья и сестры, апостол Павел говорит, и так, дорожа временем, потому что дни лукавы. Интересная правда постановка вопроса связана с временем. Лукавы значит коварны, обманчивы, злы, хитры, скрывающие правду. Братья и сестры, когда Павел говорит, что дни лукавы, это не означает, что они сами по себе обладают природой лукавства, потому что мы понимаем, что время это дар Божий, а то, что делает и дает Бог, это хорошо, это благо, братья и сестры. Я думаю, что скорее всего Павел говорит о той скрытой опасности, в которой присутствует именно какая обманчивость времени, заключается в том, что создается иллюзия избытка времени. Опасность лукавства этих дней заключается в том, что создается у людей иллюзия избытка времени. У меня времени много. Если мы посмотрим, обратимся во внимание наших молодых ребят, детей, которые сегодня 12, 15, 20 лет, 22, они полны сил, энергии. У них все впереди. Если мы спросим, как долго планируете жить? Да моя жизнь только начинается. Братья и сестры, вот и в этом то заключается опасность, иллюзия. Создается, что много, но на самом деле это не так. Я бы хотел, чтобы мы вспомнили сегодня библейские примеры. Помните, человека, который произнес когда-то такие слова, богатый человек, и он сказал, душа, много добра у тебя лежит. Сломай вот эти житницы, построю новые и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но дальше идет следующий текст, но в диалог вступает Бог, но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому достанется, братья и сестры, вот в этом заключается лукавство этого времени. Вспомните еще одного негодного раба, который в Матфея, 24 глава, 48 стихе, когда Христос говорил, ботруствуйте, ибо вы не знаете, когда придет сын человеческий, он использует эту иллюстрацию, он употребляет двух личностей, доброго, негодного раба. Этот человек говорит, если же раб, тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой. Братья и сестры, вот она, опасность, иллюзия, не скоро придет. И апостол Петр говорит, предупреждает, что в последнее время будут наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия его, ибо с того времени, как стали умирать отцы, все остается по-прежнему. Библия обращается к беспечному и ленивому человеку, который думает, что у него много времени. Я бы хотел, чтобы этот текст сегодня прозвучал и к нам. Премудрый Соломон обращается к нам и говорит так, 6 глава книга, притчи, с 9 по 11 стих. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Братья и сестры, это касается не только этого героя, кому обращено, это касается нас, братья и сестры. Давайте вспомним этот прошедший год, сколько мы с вами строили планы. Не было ли в нашей жизни так, что мы, начиная день или неделю мы планировали, нужно это сделать, это сделать, и то, и другое. Но проходит неделя, проходит время, и мы видим, что время ушло, а планы наши не сбылись. Дорогая церковь, братья и сестры, подходит время ухода этого года. Перед тем, как будем молиться, я бы хотел, чтобы мы сейчас успокоились и задумались об этом очень важном событии в жизни человека. Это его уход из этой земли. Вы знаете, в то время, когда мы находимся с вами, сидим в доме молитвы, рассуждаем о бестротечности времени, о ценности времени, о иллюзии времени, которого у нас так много, на земном шаре происходит одно очень важное событие. В реальном времени сегодня умирает люди и уходит в вечность. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели просто на карту нашего мира, брать немножко приглушат свет. И мы увидим, братья и сестры, это реальность в реальном времени, братья и сестры, зеленый цвет, вот эти всплески, вот эти вспышки, это рождается ребенок, рождается новая жизнь. Красный цвет, красные точки обозначают в реальном времени, в реальном режиме смерть человека. я бы хотел, чтобы мы просто взяли одну минуту времени, внимательно посмотрели, что происходит сегодня на этой земле, где мы с вами живем, и подумали о нашей жизни, подумали о ценности времени, которую Господь нам дал, подумали о том, что когда-то вот так мгновение, где-то на какое-то мгновение загорится красная точка в Соединенных Штатах, штат Пенсильвания, в State College, и погаснет, и никто не заметит, а душа уйдет к Господу. Вы можете дома посмотреть, там показаны страны, показано время, это проходит ежесекундно. Знаете, у веры Кушнир есть очень хорошее стихотворение, которое называется «Завтра». Когда вы будете смотреть, рассуждать, я бы хотел, чтобы это стихотворение прозвучало перед нашей молитвой. Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны туземца о Боге вещать, и завтра начнем перевязывать раны в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга и завтра напишем родным и завтра кому-то окажем услугу не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно шутить, ведь деньги не шутка, здесь надо подумать, нуждашь, никуда не сбежит. Мы завтра друг друга просим без упреков, и завтра друг друга поймем и завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь проведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду, оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую нужду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом, и завтра преклоним пред Богом колени, не ныне, а завтра, потом, так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет? Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я бы хотел, что мы сейчас с вами склонились на колени пред Господом. Я верю, что Дух Святой сегодня говорил к нашему сердцу. Я верю, что пусть за эти два часа, но мы смогли хотя бы прикоснуться частично к этой важной теме о ценности времени. Давайте будем честны, искренне пред Богом. Если кто-то хочет покаяться искренне пред Богом, мы можем это сделать, попросить у Господа прощения. Если кто-то хочет обновить свои отношения, сказать, Господь, я желаю, чтобы год, который ты мне дашь, время, проводить его правильно, мудро, пусть и в этом нас Господь благословит. Давайте склонимся на колени и будем молиться Господу. Аминь. Спасибо. Спасибо.